И мы начинаем. Еще раз говорю, что у нас следующее занятие 6 в среду, 6 мая, а потом вы мне пишете рефераты или эссы. Значит, в прошлый раз мы с вами закончили на том, что разрушение храма разорвало поповину. В каком смысле разорвало поповину? Есть как бы две метафоры. Одна метафора – это иудаизм – мать, христианство – дочь. Значит, все чаще исследователи говорят, что это метафора неправильная, что существовал храмовый иудаизм до 70-го года, пока стоял храм. Внутри него возревали как бы многочисленные иудаизмы, которые булькали на поверхности, враждовали друг с другом. Один из этих иудаизмов было христианство. Одно из направлений. Их было много. Были фарисеи, среди фарисеев были шамаиты и гелилиты, были зелоты, были есеи, среди есеи были городские есеи, пустынные есеи. Бог весь знает кто. Значит, вот это булькание, это разделение на течения, так называемые секты или философские школы по Флавию, вот оно продолжалось до 70-го года нашей. В 70-м году нашей эры произошло то, что описывается в старой детской присказке. А и Б сидели на трубе, А упало, Б пропало, что осталось на трубе. Значит, пропали фарисеи, то есть, извините, саддукеи пропали. Почему они пропали, понятно, да? Всем понятно, почему пропали саддукеи. Кто они были? Они были и священниками, храм исчез, поэтому они пропали. Ну, конечно. То есть, в основном даже элита священников, первосвященники, да, династии первосвященников, они остались без работы. Они, грубо говоря, остались без работы. При этом, вплоть до VI века, евреи в Палестине продолжали собирать для них первинки и десятины. Но это был чисто символический акт, работы у них уже не было. Значит, фарисеи пропали. Ессеи. Значит, их попросту говоря вырезали. Мы знаем, что было разрушено поселение Хербет-Кумран. Но хуже того, ессеи оказались в сущности в клещах между нарождающимися ревнистическими иудаизмами и христианством. И, по всей видимости, ессейское движение и породило то, что в первые века нашей эры в творениях Отцов Церкви называется иудеохристианством. То есть, это были те иудеи, которые верили в Иисуса, но верили в Него не как в Сына Божьего, а как в Машеха, в Христа. Вот это, по всей видимости, переродившиеся, мутировавшие ессеи. Значит, что осталось на трубе? Осталось два течения. Христианство и фарисейский иудаизм, развившийся в ревнистическом иудаизме. То есть, это были сестры. Не мать и дочь, а сестры, родившиеся вот из этого бульона, который собой представлял храмовый иудаизм. И отношения между сестрами, испортившиеся еще до 70-го года, они категорически испортились после. Испортились они прежде всего потому, что все меньше евреев присоединялось к христианам и все больше язычников. А ненависть между христианами и иудеями, которая была за несколько еще веков до этого, она была перенесена внутрь христианства. Точно так же, как и ненависть иудеев к язычникам. Значит, все эти две виды ненависти, вот это вот сенат хинам, напрасная ненависть, они оказались внутри. Внутри ревнистического иудаизма, внутри христианства по отношению друг к другу. Ситуации, когда и те, и другие были не в лучшей форме в отношении окружающего мира. Вот та община святых, которая существовала до 70-го года в Иерусалиме и состояла исключительно из евреев и была под руководством родственников Иисуса, она перед взятием Иерусалима успела мигрировать в Пеллу по ту сторону Иордана. И там постепенно во II веке уже начали возобладать бывшие язычники, перешедшие в христианство. Точно так же, перед разрушениями Иерусалима успели бежать из Иерусалима ученики, по всей видимости, и сам, раб Йоханнен бен Закай, глава одной из самых почитаемых фарисейских школ. Он бежал в город Явное, поблизости от Средиземного моря, и там возникла фарисейская школа, из которой развился раввинистический иудаизм. Вот они пошли в разные стороны. И по мере того, как они шли в разные стороны и становились во все более враждебные отношения друг к другу, они должны были решать вопрос о том, какое наследство они берут из прошлого, из раввинистического иудаизма. А так же из эллинистического иудаизма, который в 115-117 году нашей эры перестал существовать в результате ужасающего восстания в Диаспоре, в Египте, на Кипре и в Киренайке, и дибели около миллиона эллинистических евреев вместе с их эллинистической еврейской культурой. Как отнестись к этому наследию? И они отнеслись по-разному. Что касается христианства? Оно, безусловно, приняло наследие эллинистического иудаизма, усвоило его, переработало, и на нем уже воздвигло здание святоотческой литературы христианского богословия. Оно взяло, взяло, естественно, септуагинту, толкование септуагинта и прочее. Что касается Ветхого Завета? А Ветхий Завет – это и есть, собственно, септуагинта. Это Библия александрийских евреев. То есть здесь возникли расхождения. Здесь с самого начала возникли расхождения. Дело в том, что в первые века нашей эры внутри христианства и рядом с христианством развилось течение, которое мы обычно называем гностицизмом. Гностики считали себя обладающими особым тайным знанием – гносис. И в этом тайном знании был не один бог, а два. Один черный, один белый. Черный бог – это бог-творец, демиург. Бог, создавший все плотское, все материальное. Злой бог. Добрый бог, бог света, бог свет, логос, Иисус противостоял вот этому самому злому богу. И, соответственно, Ветхий Завет – это книга, продиктованная злым богом. Ее надо категорически отвергнуть. С гностицизмом христианство внутри себя и вне себя ожесточенно боролось. Вот отрасль этого гностицизма во втором веке нашей эры явился мартианизм. Учение Мартиона из Синопы, который приехал в Рим и создал, собственно, первый христианский канон. В этот канон в начале II века он включил, собственно, только две вещи. Во-первых, это обрезанное, неполное Евангелие от Луки, которое казалось ему самым далеким от иудаизма, хотя это совсем не так. И несколько писем апостола Павла, которые он назвал апостол. Вот это самое Евангелие и апостол. Все. Ветхий Завет категорически отбрасывается и вот это должно стать основанием христианства. Церковь восприняла его теорию как подрыв корней, обрубание корней. Церковь не могла обойтись без этих питательных корней, каковым являлась священная история, каковым являлся Ветхий Завет. И Мартион был объявлен еретиком и анафемством. Тем не менее, оставался другой вопрос. Если мы берем Ветхий Завет вовнутрь, принимаем его, то как нам относиться к тем многочисленным законам, которые изложены в Торе Моисеевой, в Пятикнижии, и которые продолжают соблюдать иудеи, но христиане не должны уже соблюдать. И на этот счет во втором столетии нашей эры Юстин Мученик, один из христианских апологетов, Эллен по происхождению, доказывал, что все эти самые многочисленные законы, они даны были иудеям по причине крайней жестоковыности еврейского народа, неспособности его к послушанию и к праведному поступку. Поэтому Бог как бы в наказании и в виде их жестоковынности нагрузил их вот этим вот грузом этих бессмысленных заповедей, которые они продолжают соблюдать. Они могут прекратить это соблюдение, став христианами, но у них мозгов на это не хватает. Тем не менее, он приглашает их к вступлению в ряды и собственно этому посвящен его диалог с Трифоном знаменитый. Этой теории придерживалась значительная часть христианских апологетов, в том числе Тертулян, значительной степени Иеронимис Карди, создавший вульгату перевод на латинский язык Библии. Против этой теории категорически выступил Августин Блаженный, виднейший из христианских латинских отцов церкви. Августин Блаженный категорически был против того, чтобы воспринимать все написанное в Ветхом Завете только как метафору, только как аллегорию, которая была раскрыта Новым Заветом. Да, говорил Августин, это надо воспринимать как аллегорию и метафору, но одновременно надо принимать и буквальный смысл Ветхого Завета. То есть и то, что там сказано буквально тоже истинно. Те заповеди, которые были прописаны евреям, они были прописаны не в наказании и не жестоковыности, а потому что тогда Бог говорил этим языком. Тогда еще не было откровения, которое наступило вот с воскресением Иисуса. С воскресением Иисуса эти заповеди становятся ненужными, но до того момента они были нужны. Более того, нынешнее соблюдение иудеями этих заповедей опять-таки к этому следует относиться с уважением, поскольку оно им предписано до тех пор, пока они не перешли в христианство. И их рвение в этом смысле похвально, но при этом их следует всячески унижать, поскольку они не перешли еще в христианство, но не заставлять переходить в христианство и не убивать, ибо они подобны Каину, но Каину, как известно, был дан знак Богом, с тем, чтобы его нельзя было ни в коем случае убивать, и за это отомститься всеми, как сказано в книге Бытие. Поэтому евреи являются как бы свидетелями всего истинного сказанного Писания, и в таком виде они должны сохраняться вплоть до последних времен. Это концепция Августина Блаженного. Она в конечном счете возобладала. Ветхий Завет был сохранен, иудейская традиция была сохранена внутри христианства. Более того, в христианский Ветхий Завет были приняты многие книги, которые не приняты в еврейское священное писание. Книги, которые считаются второзаконными по большей части в христианском Ветхом Завете. Теперь перейдем к раввинистическому иудаизму. После того, как был уничтожен храм, иудаизм, фарисейский иудаизм, который складывался еще до разрушения храма, он приобрел не то, чтобы совсем другое, но категорически преображенное качество в сравнении с тем, что было до того момента, как храм существовал. Иудаизм стал религией без храма. Религией без храма. И здесь мы наблюдаем замечательный парадокс, который нам желательно понять. Христианство, которое по собственному заявлению есть новый завет, оно новое, оно все обновляет, оно отказывается от многого старого, оно тем не менее во многих чертах гораздо консервативнее религинистического иудаизма. Христианство сохраняет храм. То есть в иудаизме храма нет, в иудаизме синагога, возникшая еще в третьем веке до нашей эры в Александрии и распространившаяся впоследствии среди евреев. Синагога не храм, синагога это место для собраний. Собственно, синагога греческое так и переводится, вэткнесет на иврите. Это место молитв, но там не совершается того, что должно совершаться в любом храме, неважно в иудейском или языческом, то есть жертвоприношении. Там этого нет. Поэтому там нет и священников. Священники куаным не служат в синагоге. В храме напротив в христианской церкви, которая так и называется храм, есть священники иерейс, они же куаным, которые служат. Их служба необходима, потому что они совершают жертвоприношение, такое же, которое было в храме. Только это жертвоприношение есть таинство, когда таинственным образом кровь превращается в вино, то есть вино, простите, превращается в кровь, а хлеб превращается в плоть, совершается причастие, евхаристия. И это жертвоприношение. Поэтому необходимы священники. Поэтому эти священники носят ризы, которые напоминают облачение иудейских священников, в частности облачение архиереев напоминает облачение иудейского архиерея, то есть первосвященника. Теперь, если в христианстве сохраняется храм, и храм является местом, где совершается христианский обряд, где находится центр христианства, то в раввинистическом иудаизме, который одновременно практически с христианством выходит вот из этой скровопой храмовой иудаизма, там две площадки, где все происходит, это синагога, где молятся и где читается проповедь, и бет-медраж или ешива, раввинистическая академия. Значит, вот основное место, это даже не синагога, а именно раввинистическая академия. Это место, где евреи учат Тору, профессорское место. Соответственно, те, кто учат Тору, называется Томмедейхахамим, ученики мудрецов, это все со словом, включая учителей и учеников. Учителя называется при этом еще Хахамим, мудрецы, или же Рабби. Рабби это мой учитель. Точно так же называли Иисуса, его называли Рабби или Дидаскалюс, что по-гречески учитель. Оба эти именования есть в Новом Завете. То есть это возревало еще до разрушения Храма. До разрушения Храма. Соответственно, почему этот иудаизм называется раввинистическим? Потому что место священников как властной духовной элиты занимает Рабби, учителя. И так оно по сей день в иудаизме, ибо современный иудаизм в основном раввинистический, за пределами раввинистического иудаизма находится Караина, которая не относится к раввинистам. Это секты иудаизма, возникшие в восьмом веке. Значит, что из предыдущих текстов взял себе раввинистический иудаизм? Значит, он в основном отверг те апокрифы и псевдоэпиграфы, которые имели хождение среди в основном ессеев и им подобных сект до разрушения храма. Эти книги были объявлены с фаримхюцонеим, внешние апокрифы и выведены из употребления. Их надо было легнос, складировать, поскольку уничтожить их было нельзя и там было имя Божье. Вот это вот гениза, хранилище рукописей, в которых присутствует имя Божье, это по сей день такого рода хранилище и синагога. В такого рода хранилище где-нибудь в Каире находят древние рукописи апокрифы, псевдоэпиграфы и прочие вещи. Значит, это внешние книги. Остается микра. Микра это пятикнижие Моисеева от Лекро читать. Это то, что читали на Биме, на просцениуме как бы и продолжает читать в синагоге. В течение года надо было прочесть, то есть сейчас надо прочесть в течение года от начала до конца все пятикнижие и в первые века нашей эры скорее всего был трехлетний цикл. Кроме того, остаются пророки и Писание. Значит, вот эти книжи Моисеева плюс пророки плюс Писание со временем приобретает название Танах. Это Тора Навиим Ктовим. Это, собственно, еврейская Библия, которая более-менее соответствует Ветхому Завету. Что кроме этого? Кроме этого, еще в среде фарисеев до разрушения храма формируется, как я вам, по-моему, уже говорил, устная Тора. Тора фарисеев. Эта устная Тора состоит из Агады и Галахи. Галаха представляет собой детализацию, разъяснение, толкование законов Тора, накопившееся и все более активно накапливающиеся в новые времена, в эпоху эллинизма и в особенности в римское время. От слова Аллаха от слова Лалех отходить, поступать, поступать правильно. Агада от слова Лагагит говорить, это словесность. И эта словесность включает в себя все, что угодно. поучения, изречения, проповеди, новеллы, в том числе и приключенческие, эротические. Эти самые жанры Галаха и Агада, они выражались в том, что мы можем назвать, допустим, субжанрами, о которых я буду говорить позже. Но самое главное, что можно различить такой жанр, как Мишну, это просто утверждение какого-либо закона или какого-либо изречения и Медраж. Медраж есть толкование, толкование Тор. Опять, и с жанром толкований, экзегезы, мы встречаемся еще в эллинистическую эпоху. Собственно, евреи берут саму идею этого толкования, скорее всего, в Александрию греков, которые толкуют Платона, толкуют Гомера в Музеоне и в Александрийской библиотеке и развивают это до необыкновенной пышности. Сначала это эллинистическая экзегеза еврейская, на которой строится христианское богословие, затем это Медраж в еврейской талмудической ровнинистической традиции. очень долго и детально я не буду об этом рассказывать, поскольку это пытаться описать человеку, который никогда не видел петуха, как выглядит петух. Вместо этого я попробую в оставшееся время в этой лекции, на следующей лекции показать вам, прочесть вам и показать вам, как это все работает в вавилонском талмуде. Вавилонский талмуд это вершина вот этой вот литературы, которая возникает в раввинистическом иудаизме, начиная со второго века нашей эры и называется обычно устной торой, тораше бальпе, тора, которая во рту. И она противостоит письменной торе, тораше бехтав, то есть пророкам, писаниям и Микре. Устная тора состоит из самых разных вещей, и мы не будем их касаться, кроме двух. Первое это Мишна. Мишна редактируется устно в городе Цепори или Сифорис в Палестине в районе 200-го года нашей эры. Устно, значит, устный характер всего этого дела, устной торы, я вам уже, по-моему, говорил, не означает, что это фольклор, это совсем не фольклор, это школьная профессорская литература, изысканная, утонченная, но она функционирует устно и квази-устно, потому что все равно профессора пишут заметки себе, а студенты пишут конспекты, но не на пергаменте дорогостоящем, а на восковых табличках на папирусных листах и не кодифицирует первоначально вот в письменном виде, поэтому это как бы фикция устной литературы, но совсем не фольклор. Мишна это по-видимому что-то типа то ли учебника права, то ли сборника установлений относительно того, как соблюдать те или иные библейские заповеди. Жанр ее очень трудно определить, поскольку Мишна это и есть жанр, и такого рода жанр в европейской литературе нам очень трудно сыскать. Обычно сравнивают это с институцией Мигаи, учебниками, видимо, опять типа учебника римского права, впервые возникший во втором веке нашей эры, тогда же почти как и Мишна. Как только возникает Мишна, вокруг каждого из параграфов Мишны, каждой леммы начинает вырастать комментарий мудрецов, которые в равнинистической академии обсуждают эту лему Мишну. Вот такой комментарий называется Талмуд, учение, или на арамейском Гмара. Это самое учение складывается вокруг каждого трактата Мишны, складывается трактат Талмуда постепенно. Если Мишна возникает в одном месте и в одно время, то Талмудов два. Один возникает в Галилее на севере Палестины и называется Иерушалми, Иерусалимским, хотя никакого отношения к Иерусалиму не имеет. Иерусалим тогда евреев не пускает попросту дворяк. Другой Талмуд возникает на юге современного Ирака, местности, которую евреи по традиции называют Бавль или Вавилон, хотя никакого Вавилона там уже тысячу лет нет, где живет очень много евреев. Это один из центров в сущности экономической, демографической и прочей еврейской жизни. Вавилонский Талмуд, Талмуд Бавлей, вот он складывается где-то с третьего века по шестой, может быть, даже по начало седьмого. И складывание его обрывается в в конце шестого, в начале седьмого века, обрывается в связи с какими-то рядом политических событий, и последний из которых арабское завоевание. И в связи с духовными переменами, поскольку вновь уже в арабское время возникает еврейская философия, и совершенно другие жанры, другие течения возникают в еврейской культуре. Так вот, Вавилонский Талмуд, так же, как и Мишна, состоит из шести разделов тематических, как бы, которые, в свою очередь, состоят из трактатов. Мы возьмем один из этих трактатов для начала, который называется Шаббат. Шаббат, как вы думаете, чему он посвящен? Субботе. И правилом ее жизни. правилом соблюдения субботы. Мишна, Шаббат, трактат Мишны, Шаббат, он, соответственно, лемма за леммой обсуждает эту самую субботу. В том числе, обсуждается вопрос о том, каким образом гасить, как гасить, когда гасить, или когда зажигать, точнее говоря, когда зажигать субботний светильник. Вот в начале субботы, накануне субботы, надо зажигать светильник. Не свечи, как мы обычно сейчас говорим, субботний свечи. Тогда еще свечей не было, а были такие в виде лодочек, светильники. Лодочка такая, в которой налито масло, глиняное, кувшинчик и в ней торчит фитиль вот это самое надо было зажечь женщина должна была зажечь накануне субботы и далее в субботу уже огонь зажигать нельзя это тора запрещен спрашивается как тушить смешно говорит что и тушить нельзя хотя этого в мишне низко в торе не сказано нельзя поскольку нельзя тушить в иудаизме очень часто если нельзя но очень хочется то можно очень хочется это означает этого требуется спасение в жизни человечества есть такой признак есть такой принцип пикуах на фиш забота о душе забота о душе означает что вы можете нарушить любую библейскую заповедь их 613 любую кроме 3 вот это идолослужение кровосмешение и кровопролитие этого нельзя ни при каких обстоятельствах вы должны умереть но не нарушать остальное можно нарушить если речь идет о спасении человеческой жизни и когда доходит до этого то соответственно мишна говорит невиновен в нарушение заповеди тот кто гасит лампаду из-за страха перед язычниками из-за страха перед разбойниками или из-за страха перед злым духом или из-за того что больной спит у вас спит больной и свет субботнего светильника ему мешает спать вы можете потушить субботний светильник это пикуах на фиш после того как мишна это сказала талмуд начинает обсуждать эту заповедь сначала он ее начинает обсуждать суббога галактическом ключе например вы слышите меня до сугубо галактическом ключе например что значит если больной спит а вот тяжелый больной или легкий больно допустим если он легкий больной то извиняюсь тут принять еще кого-то если он легкий больной то соответственно и можно не тушить и не надо тушить и когда глухические глухические проблемы исчерпана то вдруг вступает это года представляет собой проповедь знаменитого агадиста 4 века робби танхум и вот я вам прочту эту проповедь о соломон где приду премудрость твоя где разумность твоя мало того что слова твои расходятся со словами давида отца твоего но слова твои расходятся одно с другим давид отец твой сказал не умершие будут хвалить господа псалома псалмы это псалмы давида а ты сказал и прославлял я мертвых что уже скончались более живых что здравствует поныне это экклезиаст экклезиаст это сама и также ты сказал ведь живому су лучше чем мертвому льву это опять экклезиаст вы догадываетесь что это за стиль в котором высказывается робби танхум вы его общем должны по общему образованию знать если среди вас есть в эти места вы можете вспомнить значит клаус квитандом капеллина надо же дорогих на и обвинительная речь в суде нет это не обвинительная речь совсем не обвинительная речь это риторика риторика здесь никого не обвиняют от риторика это блестящие риторик до коле до коле кателина ты будешь испытывать терпение наше. Вот он так начинается. Цирон. Кваузскую тандем, Кателин. И здесь. О, Соломон, где премудрость твоя, где разумность твоя и так далее. Пробоведь. Мало того, что твои слова расходятся со словами Давида, отца твоего, но слова твои расходятся одно с другим. То есть он Соломона, который, можно сказать, квинтэссенция премудрости, обвиняет в неразумии. Где твоя премудрость-то, вообще говоря, да? Мало того, что слова твои противоречат словам твоего папы, они еще и противоречат твоим собственным словам. То есть папа твой сказал, не умершие будут хвалить Господа. А ты сказал, прославлял я мертвых, что уже скончались более живых, чем что здравствует паны. То есть кто же будет хвалить в таком случае? От кого похвала реально? От мертвых или от живых? И более того, если ты сказал, что не умершие будут хвалить Господа, то зачем же ты тогда потом сказал, что живому псу лучше, чем мертвому льву? Так все-таки лучше быть псом живым, чем львом? Или же лучше все-таки быть или все-таки не умершие будут хвалить или все-таки прославлял я мертвых более чем живых? Это явное противоречие, на котором агадист якобы ловит царя Адамитов. После чего он, естественно, говорит ле кашья. Здесь нет противоречия. Опять-таки, это классический образец экзидезы, так как она сложилась еще в Александрии. То есть у нас имеется у нас имеется кашья, сложность, то, что по-гречески называется то, что у нас по-гречески называется бездорожье, опорье. Опорье обычно по-русски мы говорим, да? И затем у нас по-гречески должен быть люсис, развязывание опоя. То есть мы находим противоречие у Гомера, а затем его развязывая. Или у Платона. Точно так же здесь у нас имеется кашья и имеется труд с объяснением. Значит, мы сказали, что вот тут противоречие, проповедник сказал, а дальше скажут, что нет, тут нет противоречия. Почему же? То, что сказал Давид, не умершие будут хвалить Господа, он сказал вот о чем. Пусть всегда занимается человек Торой и заповедями, пока не умер. Ибо когда умирает человек, он свободен от Тора и от заповедей и нет Господу похвалы в нем. И поэтому сказал рабе Йонатан, о чем это написано в Санне? Среди мертвецов свободный. Когда умирает человек, становится свободным от Торы и от заповедей. Значит, здесь у нас потрясающее совершенно высказывание которое играло огромную роль в возникновении и христианства и руганистического льдаизма. Значит, в Псалме сказано «бейн метым ховши» между мертвецами свободный, как это толкует раби. На самом деле там речь идет не о свободе. «бейн метым ховши» это значит, что я брошенный между мертвецами, то есть, типа, как свободен, рулист, да? Никому не нужен. Я лежу черти знает где, как в могиле, и все на меня плюют и харкают. В этом пафос псалмопевца. Но Райби толкует это как свободный от заповедей. Мертвый и свободный от заповедей. «бейн метым ховши». Что значит мертвый и свободный от заповедей и его трактовки? Это значит поздно пить сампанское. То есть, пока жив исполняет когда ты умер, все, уже тебе исполнять нечего. На том свете, в будущем мире, ты уже ничего не сможешь исполнить. Исполняй, пока ты жив. Потом будет поздно. Теперь давайте вспомним о том, что апостол Павел, будущий апостол Павел, в молодости был фарисеем. И не просто фарисеем, но учеником Рабана Гамлеэля, законноучителя Гамлеэля, виднейшего и освоил всю эту ревнистическую диалектику. Так вот, у Павла мы встречаем следующее рассуждение. Он опирается на тот же самый псалмон, «Бэйми тим ховши». Между мертвыми свободны. Что значит между мертвыми свободны? Мы умерли вместе с Иисусом. Иисус был распят, и мы умерли. Поэтому мы свободны от заповедей. И мы воскресли с Иисусом. И воскреснув мы свободны. Нам не надо больше исполнять заповеди. Нам не надо совершать обрезания. Нам не надо праздновать праздники. Нам не надо придерживаться кошера. Все. Проехали. Да? Мы видим, как, в принципе, то же самое ревнистическое толкование в интерпретации Павла получает фантастический совершенно смысл в его фантастической диалектике. Далее. А то, что сказал Давид и прославлял я мертвых, что уже скончались, более живых, что здравствует поныне, сказал он вот о чем. Когда согрешил Израиль в пустыне с золотым тельцом, встал Моисей перед святым благословеном и просил умоляла о помиловании и не получил ответа. Когда же сказал вспомни Авраама, Исаака, Израиля, рабов твоих, сразу же получил ответ. И разве не прекрасно сказал Соломон и прославлял я мертвых, что уже скончались более живых, чем живых, что здравствует поныне. То есть оказывается скончавшиеся патриархи имеют большую силу, чем ныне живущий Моисей. Другое толкование. В обычае этого мира князь плоти и крови устанавливает установление и то ли исполняет его, то ли нет. А если выполняет при жизни, то не выполняет после смерти. Напротив, Моисей, учитель наш, установил установление и узаконил законение и исполняет их вечно. И разве не прекрасно, сказал Соломон, и прославлял я мертвых, что уже скончались, более живых, что здравствует поныне. Далее. другое толкование. Что очень характерно для этой литературы, они приводят Медраж на Медраше. Медраж это толкование, еще разное. Это толкование, это толкование. Один и тот же стих может трактоваться десятками способов. Значит, сказал Рафиуда со слов Рава. О чем это написано? Сотвори для меня знамение к добру, увидит ненавидящие меня и устыдятся. Это псалом. В псалме псалмопевец обычно изображает себя вот как между мертвыми брошенный, все на него значит плюют и харкают, и он просит соответственно Бога, сотвори для меня знамение к добру, увидит ненавидящие меня и устыдятся. Теперь, что делает Талмуд, что делают проповедники и толкователи со всем этим. Они берут строки псалма или экклезиаста, всей этой литературы премудрости так называемой, строки, стихи, относящиеся к вообще абстрактной человеческой ситуации в мире, ибо любой из нас может оказаться как между мертвыми брошенными, и трактует их как конкретная история, случившаяся с тем, если, допустим, этот псалом вводится названием первого его слова «Псалом к Давиду», то значит, это сказал Давид в какой-то конкретной ситуации. И дальше берутся строчки из псалмов, мелко рубятся, как котлету, и из них делается колваж в виде фарса, диалога, сценки. И вот мы сейчас увидим, как это происходит. Сказал Давид перед святым благословенным, Владыка мира, прости мне тот грех. Ну, тот грех, это вы догадываете, что это за грех, что это за грех, совершенный, совершенный Давидом. История с Версавией. История с Версавией, совершенно верно, когда он послал ее мужа Урию на смерть, а потом на ней женился, увидев ее в голом виде на крыше ее дома из своего дворца. Прости мне этот грех. Сказал ему Господь, прощаю тебе. Сказал ему Давид, Давид не отстает, сотвори для меня знамение при жизни моей. Это опять и строка из Псалма, но оказывается он это ее сказал в конкретной ситуации. Створи для меня знамение при жизни моей, что ты простил. Сказал ему Господь, при жизни твоей не сотворю, а вот при жизни сына твоего Соломона сотворю. И когда построил Соломон храм, хотел внести ковчег заветов святая святых, то склеились двери святая святых. Произнес Соломон 24 песнопения и не получил ответа. Сказал, поднимите врата главы вашей и возвысь здесь двери вечные и войдет царь славы. Это опять и Псалом. Он продолжает читать Псалом. Оказывается, Соломон сказал вот в этой конкретной ситуации. Бросились за ним двери, чтобы проглотить его. Сказали, кто царь славы? Это следующая цитата из того же Псалма. Она идет просто одна за другим. Они нарубили эти строки. Кто царь славы? Сказал им Соломон, Господь сильный и могущественный. Продолжение этого же стиха. И вновь сказал Соломон, поднимите врата главы ваши, возвести двери вечные, и взойдет царь славы. Кто это царь славы? Господь воинств, он царь славы Селя. Вот это весь стих Псалма. И опять облом не получил ответа. Когда же сказал Соломон, Господи Боже, не отвергая лица помазанника твоего, вспомни благочестие Давида, раба твоего. И это из библейской книги Хроник опять-таки стих. Цитата. Вот тогда, когда он это сказал, точно сделались лица всех ненавидевших Давида, как донышко горшка, и узнал весь народ и весь Израиль, что тот простил тот грех Давида, святой благословен. И разве не прекрасно сказал Соломон? И прославлял я мертвых, что уже скончались более живых, что царствует он. То есть оказывается Давид оказался более ценным перед Богом, И далее. Что касается слов Соломона, ведь живому псу лучше, чем мертвому нву, сказал Рафиуда со слов Рава. О чем это написано? Это написано в Псалме. Объяви мне, Господь, конец мой и меру дней моих, какова она, чтобы знать мне, когда ослабею я. Это сказано просто в Псалме абстрактно. Любой человек может это сказать. Скажи мне, Господь, когда я умру. И от чего? От коронавируса. Скажи мне. Но Талмуд приписывает это в конкретной ситуации Соломона. Как же эта ситуация? Она разворачивается в новеллу. Сказал Давид перед святым благословеном. Владыка мир, объяви мне, Господь, конец мой. Ответил ему Господь. Устав передо мной, что не объявляет конец плоти и крови. А меру дней моих объясни мне. Какова она? Продолжение цитаты. Устав передо мной, отвечает опять Господь, что не объявляет меру дней человека. Не говорят, короче, Давид продолжает приставать, продолжение того же стиха, чтобы знать мне, когда ослабею я. И тут Господь раскалывается. В субботу умрешь, в шаббат. И это паника. Среди Давида наступает память. Потому что умереть в субботу хуже просто ничего нельзя придумать. Почему, как вы думаете? Похоронить сразу нельзя. Нельзя хранить. Собственно, не то что хранит. Вообще нельзя тело двигать с места на место. То есть полный отрас. Дай умереть хотя бы в первый день субботы или в конец субботы просит Соломон. он получает ответ. Уже приблизилось царствие Соломона сына твоего, а одно царствие не наступает на другое, даже на толщину власка. Короче говоря, каждую субботу сидел Давид и занимался Торой весь день. В тот день, когда затребовали его душу, явился ангел смерти и не сумел ничего сделать, ибо Давид не отвалил свои глаза от Тора. Вопрос о том, что учиться надо. Пока вы учите и изучаете Тору, то ангел смерти не может к вам даже подойти. Ну, в общем, пошел ангел смерти в этой ситуации и начал трясти деревья. А поскольку перед нами Давид, который царь израильский, вроде бы, да, но вот эти вот ученые раби понимают его не как воина, какого он представит в Библии, а как профессора. Профессора должна быть дача, естественно, домик с садиком. Значит, вот ангел смерти, которому надо с ним расправиться. Он влезает на дерево в этом садике и начинает его трясти. Давид сбегает по лесенке, типа какой-то хулиган там, мальчишки трясут дерево. В этот момент он перестает, естественно, учить Тору. Нога его оступается на этой самой лесенке, он падает и умирает. Все. Возникает эта самая нехорошая галактическая ситуация. Сын его посылает с вопросом в иранистическую академию, в Дом учения. Отец умер и лежит на солнце. И псы дома голодные. Что делать? Послали ему ответ. Отрежь кусок падали и брось пса. А на отца положи каравай хлеба или ребенка и перенеси его. Здесь перед нами опять-таки галактический трюк. если положить каравай хлеба или ребенка на мертвое тело, то это мертвое тело превращается в подставку. А подставку можно носить, потому что нужно же носить хлеб в субботу и тем более ребенка. А мы потом об этом поговорим. И разве не прекрасно сказал Соломон? Ведь живому псу лучше, чем мертвому льву. Это экклезиаст. Поэтому сказал Соломон. Живой пес у нас естественно вот эта собака в данном случае, которую бросили падали. А мертвый лев естественно царь Дэвид. А что до вопроса, который вы мне задали, заключает Раби Танхун? То есть можно ли тушить светильник перед больным, который спит? Что до вопроса, который вы мне задали, то ответ таков. Лампада названа лампадой и душа человека тоже названа лампадой. И это названо в притче, в книге притч, где есть такой стих. Душа человеческая лампада Господня. Душа человеческая лампада Господня. Душа в прямом, буквальном смысле есть душа, но в переносном смысле она лампада Господня. Так вот, лучше погасить лампаду из плоти и крови, то есть материальную лампаду, вот эту вот из масла, чем лампаду Господню, то есть человеческую душу. К этому приходит Раби Танхун. Вот этот вот шедевр синагогальной риторики. Шедевры эти были в большом спросе, было даже галактическое установление, что если популярный проповедник приезжает в соседний город, то можно нарушить субботний Ируф, то есть расстояние, которое можно пройти в субботу, лишь бы сходить на эту проповедь. и один из отцов церкви даже говорил, что вообще на синагоге превратились в театр. Собственно, то, что мы сейчас услышали, имеет жанровое название Иландену Рабену, пусть научит нас учитель. И жанр этот таков. Приходит вот этот популярный проповедник в синагогу, ему задают простенький, немудреный галахический вопрос. Но он не просто должен ответить на этот вопрос, он должен ответ этот приберечь к концу, переходя к этому ответу, через многочисленные толкования каких-то совершенно других стихов, и начать с какого-то далекого стиха из Писаний или из Пророков. Какая закругленная кольцевая структура, напоминающая детектив, когда вы знаете, чем кончится, не знаете, как сыщик придет к этому концу. Вот мы видели сейчас в другом немножко варианте это называлось Птихтой. Птихта это когда надо было закончить обязательно проповедь первым стихом недельной главы истории, а начать каким-нибудь неважно каким стихом из Пророков и Писаний и через многочисленные вот эти толкования изгибы переливы публика с восторгом следила и с интересом, как же проповедник доберется до этого самого последнего стиха. А теперь мы перейдем трактату в целом. Перед нами трактат, посвященный в сущности абсолютно вот легалистской законодательной вещи, как соблюдать шаббат. Причем здесь все эти красоты? Зачем нам рассказывать, пересказывать экклезиаста, цитировать экклезиаста, книгу совсем не галактическую, которая говорится о бренности человеческого существования, о том, что все суета сует, о том, что старость ужасна, что праведнику и грешнику все одна и та же участь. Зачем это все цитировать здесь? Причем здесь суббота? Может быть просто случайно попалась под руки проповеднику? Но нет. Тема экклезиаста, цитаты из экклезиаста продолжаются, и они продолжаются, и метафоры, которые возникли вот здесь продолжаются. Продолжается в конце главы насчет того, что из-за трех грехов, вот это уже лемма мишны опять, из-за трех грехов женщины умирает природа. Из-за несоблюдения заповедей о месячных, из-за несоблюдения заповедей о субботней хали, и о зажигании субботних лампад. А лампады зажигают женщины. Почему? Потому что сказал Святой Благословен Душа, которую я вам дал, называется лампадой. Опять-таки, лампада Господня душа человеческая. И я предупредил вас о заповедях лампады. Если вы исполните их, хорошо, а если нет, отберу у вас душу. Это он говорит женщине беременной, чтобы она не умерла природа. И тема смерти, связанная с лампадой, лампада гаснет, человек умирает. Вот это вот метафора. Она продолжается дальше. И продолжается она почти что в самый конец этого трактата Шаббат. И не только в проповеди Раби Танхума, но в целом в трактате Шаббат мы обнаруживаем эту кольцевую композицию, когда начало с концом перекликается метафорически. И наряду с вот этим вот легалистским, галахическим планом Талмуда и Мишны у нас возникает план годический, метафорический. И выясняется, что трактат этот совсем не только, а может быть и совсем не только, не совсем только, а может быть и совсем не только о соблюдении субботних заповедей, о чем-то совсем другом. И вот это совсем другое мы увидим, если перейдем к одному и одной из последних глав тракта. в этой главе речь идет действительно уже о смерти и о похорах. Потому что надо же выяснить, что можно делать, можно ли хранить покойника, естественно, нельзя. Можно ли обмывать покойника, можно ли закрывать ему веки. И вот на этот вопрос Мишна должна ответить. и отвечает она следующим образом. И не закрывает глаза мертвым. Понятно, да? То есть мертвому нельзя закрыть веки. В шаббат. В шаббат нельзя делать. К тому же, кто испускает последний вздох, не закрывает глаза и в будний день. То это уже к шаббату не имеет отношения. Это просто по ассоциации. Вот в будний день нельзя закрывать глаза тому, кто умирает, но еще не умир. Почему? Потому что тот, кто закрывает глаза человеку испускающему дух, все равно, что совершает кровопролитие. Почему? И Талмуд уже объясняет. «Так и лампада едва мерцающая сразу гаснет, когда человек пальцами зажигает огонь». То есть, вот у вас мерцающий огонек лампады, то ли он погаснет, то ли нет, вы зажимаете его пальцем и гаснет. Также, когда вы закрываете глаза умирающему, он умирает. И вновь та самая метафора, которую мы наблюдали в начале трактата, душа человеческая, лампада Господня, вот она появляется опять. Душа человеческая, лампада Господня. И тут начинается грандиозный совершенно комментарий на стихи экклезиаста, который оказывается основой всего трактата Шаббат. Об этом этот трактат Шаббат. И начинается он со следующего. Ради живого ребенка, которому день от рода, оскверняем субботу, но ради мертвого Давида, царя израильского, не оскверняем. Ради живого ребенка оскверняем субботу, ибо Тора велит одну субботу оскверни для него, что многие субботы он мог соблюдать. Ради мертвого Давида, царя израильского, не оскверняем, ибо «Мёртвый свободен от заповедей». Опять перед нами эта загадочная фраза. «Мёртвый свободен от заповедей». И дальше начинается цитата из «Экклезиаста». Комментарий на эту цитату. «Исполняй, пока есть что исполнить, и есть сила исполнить». Заповеди, да? «Ибо мудро сказал Соломон в «Экклезиасте» «И помни о своём создателе с юных дней, пока не пришли тяжёлые дни». Это относится к старости, комментирует Талмуд. «И не наступили годы, о которых ты скажешь, нет мне удовольствия в них», говорит экклезиаст. А Талмуд комментирует. «Это относится к приходу Мессии, ибо уже ни заслудия не будет, ни чести от исполнения заповедей». Бабах! Мы приходим к христианству, к апостолу Павлу. Оказывается, когда придёт Христос, то есть Машиах, не надо будет исполнять заповедь. Таково мнение одного из мудрецов Талмуда. Оно совпадает с мнением апостола Павла. Вообще надо сказать, что когда мы читаем Талмуд, мы обнаруживаем огромное количество фраз, которые мы находим у апостола Павла и у Иисуса. Но кроме них мы находим огромное количество других фраз. То есть вот это тот самый бульон, из которого вызрело христианство и раввинистический иудаизм, он продолжает кипеть. И в отличие от христианства, которое более гомогенно, раввинистический иудаизм не гомогенен, там нет догмы, нет как бы доктрины единой. И там мы можем найти вещи, которые разъясняют нам то, что говорится в Новом Завете. Поскольку это на иврите, а не на греческом языке, не в переводе, а в подлиннике. И это доносит до нас живой голос учеников и профессоров еще в школе Рабана Гамлеэля, где учился апостол Павел. Значит, это мнение сразу опровергается. То есть сразу другой мудрец говорит, нет, неправда. Не надо будет прекращать соблюдать заповеди у времена Христа, у времена Машеха. Будет только одна разница. Царство язычников исчезнет. А так все то же самое. И дальше возвращаемся к теме экклезиастам. И помни, Создателя Твоего, дни юности Твоей, пока не пришли тяжелые дни и не наступили годы, о которых Ты скажешь. Нет мне удовольствия в них, пока не померкли солнце и свет, и луна и звезды, и не вернулись тучи после дождя. Это высокая поэзия, это экклезиаст, это Библия. Эта высокая поэзия погружена в римский мир первых веков нашей эры. Римский мир, в котором процветают такие жанры, как фарс, как комический роман, типа Апулея, комический, эротический, типа Апулея, золотой осел, знаменитый элемент Морфозы, типа Петрония с его сатириконом, где все позволено, где медицина в высшей степени развита и телесная, в этом смысле, разбирается профессионально. И вот на это все наскакивает эта высокая поэзия, или это все наезжает на эту высокую поэзию и комментируется. «Пока не померкли солнце и свет, это алби и носи. Луна – это о душе, звезды – это о челюстях, и не вернулись тучи после дождя – это свет очей, что меркнет от плача». Сказал Шмуэль, речь идет о слезах. До сорока лет зрение после плача возвращается. После сорока – не возвращается. У нас римская медицина, да? А Раби Нахман заметил, речь идет о сурьме. До сорока лет она обостряет зрение. После сорока, даже если палочка сурьмы толстая, как ткацкий навой, зрение не возвращается. Что имел в виду Раби Нахман? Он хотел сказать, чем палочка сурьмы толще, тем лучше она помогает при лечении. Когда у Раби Ханина умерла дочь, он не плакал. Жена сказала ему, можно подумать, ты курицу из дома вынес. Тот ответил, что же мне еще и ослепнуть, а не только дочь потерять. Ну, то есть перед нами мудрец типа Сократа, на которого наезжает его жена к Сантипо. Он рассуждал согласно Раби Йоханну, говорившему следующее. Шесть видов слез есть в мире, три целебных и три вредных. От дыма, от горя, от запаха, от хожего места, вредные, от благовония, от смеха, от лука, полезных. И дальше мы возвращаемся к высокой боязи экклезиастов. В тот день, когда задрожат стерегущие дом, и ослабеют ратники, и перестанут молоть мелищи, потому что их немного, и померкнут смотрящие в окно. Когда задрожат стерегущие дом, это пах и ребра. И ослабеют ратники, это ноги. И перестанут молоть мелищи, это зубы. И померкнут смотрящие в окно, это глаза. Учили со слов раби Миира. Еда в зубах, сила в ногах, ибо сказано, и насытились хлебом, и раздобрели, и горе не знали. «Сказал некий кастрат, кастрат на армейском гавза, раби Ашуа бен Карха. Карха – это на армейском клеш. Сколько отсюда до кархины, то есть до высины? Раби Ашуа ответил, столько же, как до гавзины, то есть до кастратки, скажем так. Значит, кастрат, в данном случае, отступник, мин. Мин – это отступник, еретик, обычно христианин. То есть перед нами фарс, фарсовая сценка, в которой участвуют некие лысые раби и некие христиане. Вот этот самый мин, отступник, сказал ему. «Клюшивый козел, барха-карха, стоит 4 динарии». Тот ответил, кастрированный козел стоит 8. Заметил мин, отступник, что раби Ашуа не обут, сказал ему. «Наконец, царь на осле свободный, в обуви просто человек, но тот, кто не имеет ничего из этого, хуже мертвеца». «О, Евнух-Евнух!» – воскликнул раби Ашуа. «О трех вещах ты мне сказал, о трех вещах услышишь. Краса лица борода, радость сердца жена, наследие от Господа дети. Да будет благословен вездесущий, лишивший тебя всего этого». «Плешивец, тебе ли раздувать грейбен?» – воскликнул отступник. «Кастрированный козел, тебе ли бодаться?» – ответил раби Ашуа. То есть вот перед нами, собственно, фарсовая сценка. Значит, этот самый отступник, который якобы кастрирован, это, скорее всего, возможно, здесь у нас отзвуки пребывания в Кесарии Приморской великого христианского богослова Оригена Александрийского, который был вынужден бежать из Александрии. Ориген, обладавший фантастической наружностью и бывший учителем паттехетической школы в Александрии, кастрировал себя, во-первых, чтобы к нему не приставали ученицы, а во-вторых, для того, чтобы исполнить заповеди Иисуса насчет тех, которые вот сами… Иисус говорил, что есть кастраты рожденные так, есть кастраты, которых люди делают кастратами, а есть те, которые ради Царствия Небесного сами делают себя кастратами, имея в виду, конечно, духовное отстранение от всего материального, флотского. Но Ориген воспринял это буквально и кастрировал себя. Видимо, что-то в этом роде обыгрывается в этой самой фарсовой сценке. И заперты будут обе двери на улицу, когда замолкнет звук жерного и станет вставать человек по крику птицы и притихнуть пиву. Это опять экклезиаста высокой поэзии. И Талмуд нам разъясняет. Заперты двери на улицу – это отверстие в теле человека. Когда замолкнет звук жерного, желудок перестанет переваривать пищу. И станет человек вставать по крику птицы, даже птицы будут будить его от сна, и притихнуть пиву в ней, песнопение покажется просто гулом голосов. Рабик Аана читал перед драмом писание. Когда он дошел до стиха «И засохнет каперс» Да, дальше. «И высоты будут страшиться, и по дороге ухабы, и распустится миндаль, и отяжелеет кузнечик, и засохнет каперс, и глухой человек в вечный дом свой, а плакающий кружит на площади». Это опять-таки колезианство. Талмуд разъясняет. «И высоты будут страшиться, даже небольшой холмик покажется ему неприступной горой. И на дороге ухабы, или по дороге будет трястись от страха, и распустится миндаль, это обедренные кости, ну и так далее. И засохнет каперс, это от вожделей». Рабик Аана читал перед драмом писание. Когда дошел до стиха «И засохнет каперс», Раб тяжко вздохнул. Понял Раб Кана, что иссякло вожделение Урава. «Учили женщину, подобно бурдюку, полному нечистот, из устья которого сочится кровь. Однако она желанна всякому». Это вот совершенно неприличное мисогеническое, как сейчас говорят, мисогенатическое утверждение. Надо сказать, «Мы встречаем его в Талмузе, я его встретил ровно в том же виде на латыни, в виде заборной надписи, надписи на заборе в Помпеях, только на латинском языке». «Ибо уходит человек в вечный дом», это экклезиаст. Рабий Цхак истолковал так. «Каждому праведнику назначена палата по чести его. Так, когда царь со слугами своими посещает город, все входят в одни ворота, но ночует каждый в номере, в палате по чести». «Потом сказано у Иова, «Черлинг лишь страдает плоть его». «Почему лишь страдает плоть его?» Рабий Хизда сказал, «Все семь дней после смерти человека душа его плачет о нем». «И душа его плачет о нем», как сказано в экклезиасте. «И написано, и оплативали отца своего семь дней». «По соседству с Рабией Иудой умер нити человек, и не было у этого человека родственников. Каждый день приводил Рабий Иуда десятерых, чтобы сидели они в доме умершего. Мертвец слышит все сказанное в его присутствии, пока не накроет его могильный камень. «Учили наши наставники, и прах вернется в землю, из которой вышел, а дух вернется к Богу, который и дал ему». «Верни дух Богу чистым, каким ты и получил его». Вот притча царев, что раздал ризы своей рабам. Смышленые свернули ризы и сложили в сундук. Глупцы же одели их и пошли к своему ремеслу. Со временем потребовал царь риза обратно. Смышленые вернули от утюжины глупцы замараны. Смышленым царь порадовался, но глупцов разгневался. А смышленых сказал, «Пусть вернут ризы в сокровищницу и идут с миром». А глупцах сказал, «Ризы их в стирку, а самих их в тюрьму». Так и святой благословен он говорит о телах праведников. Он отходит с миром, покоится на ложе своем, это Исаия. И о душах их. Душа господина моего завязана возле жизни. А о телах грешников нет мира, говорит Господь грешник. И о душах их, о души врагов твоих выбросит он, как из прощения». Значит, перед нами притча. Притча, которая полностью соответствует, почти полностью совпадает с притчами Иисуса. У него масса притч насчет того, что надо все время быть готовым. Притча о невестах. Одни невесты ждут, значит, жениха и готовятся. Другие говорят, что мало ли, когда он придет. И поэтому оказываются неподготовлены, когда приходит жених. А жених – это царствие небесное. Здесь у нас приблизительно тот же самый сюжет. И мы встречаем во множестве такого рода притчи. В Талмуде и в Новом Завете они почти совпадают. Притчи Иисуса. Дальше у нас опять фарсовая сценка. Раби Ахия бен Йошия был похоронен в земле Раби Нахмана. Однажды работали там землекопы. Раби Ахия бен Йошия начал ругать их. Отправились они к Раби Нахману и сказали, кто-то бронится из-под земли. Пришел Раби Нахман и спросил, ты кто, господи? Я Хай Бар Йошия. Разве не говорил Раби Марю даже праведники возвращаться, превратиться в прах, после того Раби Нахману. Кто такой Марий не знает о ком? Но ведь и Писание гласит, и прах вернется в землю, из которой вышел от Экклезиаста. Читавший тебе Экклезиаст не прочел тебе притч. Написано, а гниль костей зависть. Кости того, в чем сердце была зависть, гниют, а кости того, в чем сердце не было зависти, не гниют. Потрогал его Раби Нахман, действительно тихо, тело. Сказал он, вставай, господин, и ступай домой. Оказывается, и пророков ты не читал, ведь написано, и узнайте, что я Господь, когда открою я могилы ваши. Но ведь сказано, ибо прах ты, ибо прах обратишься. А это за час до воскрешения избу. То есть перед нами два бронящихся профессора, один другому указывает на его полную неграмотность и неквалификацию. И кончается это следующим. Пусть всегда будут белы одежды твои, и да не оскудеет елей на голове твоей. Это Клизиатский. Сказал Раби Йоханнан Бензакай, вот притча от царя, что пригласил рабов своих на пив, и не назначил им время. Глупые рабы пошли к своему ремеслу, говоря, мы еще успеем, пока в дворце будут готовиться. Смышленые же украсились и сели у входа во дворец, говоря, разве у царя есть в чем-то недостаток? Вдруг попросил царь рабов выйти. Смышленые вошли, войти, извините, смышленые вошли украшенными, глупые замаранными. Смышленым царь порадовался, но глупцов разгневался. Сказал, те, что украсились для пира, пусть сидят и едят, и пьют. Те же, кто не украсился, пусть стоят и смотрят. Но если так, то последние на перу будут выглядеть прислугой, не испытаясь туда. Напротив, они тоже будут сидеть на перу, но если первые едят, то эти голодают, если первые пьют, то эти жаждут, ибо сказано у Исаии. Поэтому так сказал Господь, рабы мои будут есть, а вы голодать, рабы мои будут пить, а вы жаждете, рабы мои возрадуются, а вы будете опозорены, рабы мои возликуют веселье и сердце, а вы от боли в сердце закричите, и от сокрушений в сердце зарыдаете. Вот если это вам не вполне напоминает то, что вы думали о Талмуде, то, значит, я вас поздравляю. Это не совсем то, что обычно о Талмуде говорят, и чем Талмуд является. Чем же Талмуд является? Мы видим два плана. Один план, план галахический, просто разбирается, как надо соблюдать шаббат, больше ничего. Второй план метафорический, агодический. И в этом плане шаббат это вовсе не праздник, это вовсе не день отдохновения, это символ смерти. И поэтому экклезиаст с его тематикой смерти, старости, ветхости, поэтому экклезиаст является то, что называется в Талмуде «Осмахта», поддерживающим текстом этого трактата. Суббота – это то время, когда мертвые находятся в царстве мертвых, когда они не воскресли еще. Время перед воскресением из мертвых. И поэтому Давид не хочет умереть в субботу, а Давид назван в одном из псалмов, в одной из цитат, которые я вам прочел, он назван Машех, Мессия, то есть Христос. Он и есть как бы предок Иисуса, по Евангелии. То есть Машех мертв в субботу, так же, как и все остальные мертвые. Он воскресает на следующий день после субботы, который является уже не первым днем, а восьмым нормальная неделя продолжается семь дней. И она так и называется, Йом-Решон, Йом-Шини, первый день, второй день, третий день и так далее, и седьмой день Шаббата. Но в христианском богословии вместо того, чтобы, так же, по всей видимости, как и в представлении мудрецов Толмуда, в мессианские времена, после Шаббата, после Царства Смерти, после седьмого дня, наступает не первый день еще раз, а восьмой день, день воскресенья. То есть воскресенье. Вот, собственно, об этом самом моменте нами говорит этот трактат. Шаббат – это время перед воскресеньем, и поэтому он кончается воскресеньем. Последняя притча, которую я вам прочел, о воскресенье. Это не выражено эксплицитно, явно, как в Новом Залете, но в этом смысл. При этом, что означает эта метафора? Душа человеческая – это светильник Господь. Душа есть светильник. Светильник нельзя гасить в субботу, кроме вот тех трех случаев, что я вам говорю. Но Бог гасит светильник в субботу. Он гасит в субботу светильник Машеха, помазанник. В Новом Завете он гасит жизни Иисуса вот непосредственно перед субботой. Так что в субботу его уже нельзя хоронить, его надо быстро похоронить, положить в перчерку до субботы. Теперь, что означает вот этот вот светильник, который необходимо погасить, который должен гаснуть в субботу? Тут я вам напомню, о великолепном совершенно мемуаре Дьота, о его путешествии в Венецию, которое было истолковано Бахтины в его теории маскарада. Дьота рассказывает о маскараде, который происходит в Венеции. Начинается он с конных бегов от начала улицы Корса к ее концу. В самом конце, кстати, показывает домик Дьота, когда он там жил. И после того, как кончились эти самые бега, начинается маскарад с вечера на ночь. И основные маски, которые там функционируют, это маски смерти. Или маски родов. Либо одевается в балахоны с изображением скелета, либо же подкладывают на живот подушки, изображает рожающую женщину. Бросается на землю и начинает с хвоплями рожать. Смерть роды. И носят при этом свечки. И каждый старается задуть свечку соседа. Что означает эта задутая свечка? Она означает душу человеческую. Потому что душа человеческая свеча Господь. В этот момент, в момент маскарада, в момент праздника, в момент комический гасится душа человеческая. И отсюда теория серьезно комического. У Бахтина, он говорит о том, что, собственно, смерть и жизнь объединяются в маскараде, объединяются в этом серьезно комическом, потому что момент смерти есть одновременно момент смеха момент смеха этот момент вот весь этот шаббат накануне воскресенье это серьезно комической отсюда комический характер а вот текста который вам прочел свеча задута мы находимся в царстве мертвых в маскараде а за этим должно наступить воскресенье вот на этом я сегодняшнюю лекцию закончу ваши вопросы пожалуйста это слышите меня или потерялся голос нет нет спасибо мы слышим я хотела спросить у меня есть вопрос вы говорили что у нас пропало несколько лекций и может быть вы бы были не против прочитать нам дополнительную лекцию когда вам будет удобно дополнительную лекцию ну пожалуйста скажите мне когда вам удобно я с удовольствием прочту да хоть в субботу вам удобно в субботу не удобно в субботу сейчас посмотрим что у нас субботу суббота у нас суббота у нас 5 мая. 2 мая. Значит, суббота, 2 мая. Ну, давайте... Подожди, я смотрю в апрель просто, да. Вот это мая. Да, суббота, 2 мая. Давайте субботу я прочту в какое время. Ну, давайте, как вот сейчас мы занимаемся, например, часов в 17. Вам так удобно? Часов в 17 неудобно. Отлично, замечательно. Было бы прекрасно. Тогда мы собираемся в субботу, значит, это 17.00 5 мая. Ой, подождите, не 5, 2 только. 2 мая. В 17.00. Ну, договорились тогда. Насколько я могу рассчитывать, что действительно многие придут? В смысле, появятся на этом сон? Ну, вы знаете, мы вас слушаем всей семьей вместе с двумя котами, так что вас слушает много народ, не переживай. Тоже четверо слушают. Хорошо. Не будет, потому что я не могу на выходе. Ну, хорошо, договорились. Тогда я прочитаю лекцию. Договорились. Хорошо. Ну, всего хорошего тогда, ребят. До свидания. Можно один быстрый вопрос? Да-да-да. Общего характера. Вот после того, как храм был разрушенный, ну, вот как бы пошла, собственно, эпоха рассеяния, насколько быстро тексты Мишны, будучи написанными в одном или другом месте, распространялись вообще вот по всему, ну, не знаю, скажем, по Римской империи? Значит, Мишна, как я уже сказал, 200-й год, храм разрушенный в 70-м. Значит, с распространением плохо было. Значит, Мишна на иврите. На иврите, вообще говоря, евреи уже не говорили, да, они говорили на арамейском, но знали иврит, по крайней мере, ученые и люди, Талмидей Хохамим, студенты и профессора, знали иврит в Ешивах, в Вавилонии и в земле Израиля. Что касается вот большой Римской империи и Средиземноморья, то никакого иврита эти ребята не знали. Вообще, тот раввинистический иудаизм, о котором я вам рассказываю, вплоть до арабского завоевания, он замкнут в арамеоязычное пространство между землей Израиля и югами Ирака, вообще Ираком, да? Распространение Мишны и Талмуда стремительное происходит вот на крупе арабских коней, когда, собственно говоря, возникает халифат, и вместе с арабским языком, вместе с новым возникшим пространством, раввинистический иудаизм начинает распространяться сначала по Северной Африке, затем в Испанию, затем во Францию, и в Северную Европу. До этого нет. Правда, по всей видимости, время от времени был бед-медраж в Риме, и гастролировали там учителя из Палестины, но это вот такое было небольшое локальное явление. В основном, конечно, это было достояние арамеоязычных иерей. Не всех далеко, ученых. Понятно. Спасибо. Не за что. Еще есть какие-то? Да, Аркадий Бенционович, можно, пожалуйста, еще один вопрос? Дело в том, что я случайно нашла какую-то запись вашей лекции, которая была прочитана, видимо, не в МГУ. Вот, и, собственно, вопрос, вот почему вы там между делом сказали, упомянули, что вы... Нет, вы не то чтобы считаете, что это очень плохо, но вы не рекомендуете начинать образование со специальности историка культуры. Я, если что, не историк культуры. Вот, но вы говорили, что лучше, значит, сначала изучать экономику или лингвистику, или что-то еще, а потом только съезжать в историю культуры. Скажите, пожалуйста, а чем чревато? Чем чревато? Да. Догматизмом. Чем? Догматизмом. Ага, хорошо. То есть вы получаете просто набор концепций, такой, знаете, как это самое, как, значит, инструкции использования стиральной машины. И затем вы эти самые тусуете, тусуете эти, значит, вот такие листочки с этой концепцией, с той концепцией, у вас в голове все это отпечатано, да? Как бы, в принципе, хорошо известен философией, надо заниматься в зрелом возрасте. Философией надо заниматься в зрелом возрасте, надо туда прийти. Надо туда прийти. И в этом смысле не только философией, но и историей культуры, на мой взгляд, надо заниматься, получив хотя бы какой-то опыт исследований вот реальной, земной как бы действительности, чуть-чуть прикоснувшись к земле, чтобы потом можно было воспарить. Иначе вы просто будете повторять зазубренные вещи и комбинировать их, стараясь при этом достигнуть в комбинации какого-то немножко, так сказать, какой-то новизны. Но это не... Для творчества здесь очень мало пространства. Это не значит, что не бывает людей, которые способны перескочить через это. И есть абсолютно гениальные историки культуры, которые начинались с истории культуры и сразу выдавали гениальные вещи, типа Аверинцу. Но это надо обладать совершенно фантастической гениальностью. Во-первых, во-вторых, чувством жизни, опытом, который обычно люди наживают. А у людей гениальных у них опыт созревает стремительно, гораздо раньше. Когда читаешь стихи, которые Бродский написал в 26 лет, это опыт, который, вообще говоря, человек наживает в 90-е годы. При этом тот же Бродский писал, что философией надо заниматься в зрелом будущем. Ну, так вот. Спасибо большое. Не за что. И еще вопросы есть? Ну, если нет, то, наверное, мы на этом сегодня расстанемся. Спасибо вам за внимание и за интерес. И всего хорошего. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. До свидания.